Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве. Урал-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС в студии Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. ДПС в студии Анастасия Бойко. Только за прошедшие выходные 575 инцидентов. О том, к чему приводит игнорирование правил, смотрите в сводке дорожно-транспортных происшествий. Два человека попали в больницу в результате серьезной аварии на Октябрьском мосту. Волга ехала с правого берега на левый. Вероятно, водитель не справился с управлением. Машину раскрутила на проезжей части, выбросила на встречную полосу, где автомобиль врезался в столб. Затем машина улетела в отбойник. Удар оказался настолько мощным, что пудами световой опоры треснут, а два пассажира буквально вылетели из салона Волги. Одного мужчину госпитализировали с тяжелейшей травмой головы, второй отделался разбитой губой и рассечением брови. В каком состоянии были участники аварии, пока неизвестно. Результаты экспертизы будут позже. Кто именно был за рулем, пока тоже вопрос. Второе ДТП в тот же день и на том же месте. ВАЗ буквально влетел в стоящий на Октябрьском мосту троллейбус. Судя по повреждениям, скорость была приличной. Передней части автомобиля практически нет. Полностью деформировалась от удара. Водителя доставили в больницу с закрытым переломом бедра. Смертельная остановка. Тойота Виста ехала по старой правительственной трассе. Недалеко от Алексеевки водитель не справился с управлением. Его иномарка на полном ходу врезалась в строительную бытовку, подцепленную Камазу. Пассажир Висты скончался на месте. Водителя госпитализировали с переломом основания черепа, носа и челюсти. Тормозного пути нет. Поэтому причин трагедии называют несколько. Либо водитель уснул, либо в темноте и во время снегопада не увидел бытовку. Хотя грузовик стоял у края проезжей части с включенными габаритами и выставленным аварийным знаком. Камаз ломался, отремонтировали, съехать хотел. И в этот момент прилетела Тойота. Что происходило дальше? Вызвали скорую, полицию. Олег говорит, иномарка ехала слишком быстро, со скоростью больше 100 км в час. Удар оказался настолько сильным, что у бытовки оторвалась задняя несущая балка. В каком состоянии был водитель, пока неизвестно. Пешеход погиб под колесами Мана на трассе Новосибирск-Кочке-Павладар. 49-летний мужчина шел по дороге со стороны Карасука в Новосибирск. Трасса на этом участке не освещается. Водитель куры мог просто не заметить человека в темноте. Потому что никаких светоотражающих элементов на одежде пешехода не было. Врачи скорой пытались реанимировать мужчину, но он скончался через несколько минут по пути в больницу. Пассажирский Пазик не смог уйти от столкновения с грузовиком на трассе недалеко от Ленева. По предварительным данным, водитель большегруза «Шаман» ехал слишком быстро, поэтому не справился с управлением, его машину развернуло на проезжей части. Пазик, который ехал по встречке, не успел затормозить. В итоге автобус вылетел в кювет. Водитель Пазика погиб мгновенно. Два его пассажира госпитализированы с серьезными травмами. Уже установлено, автобус был служебным, отвозил на работу сотрудников. Оба водителя были трезвыми. Три автомобиля столкнулись на трассе М-52. Пострадал 10-летний ребенок. Инициатор аварии, по словам очевидцев, был пьян. Но от медицинского теста он решил отказаться. 49-летний мужчина с 20-летним стажем вождения ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. Недалеко от «Лебедевки» выехал на встречку и столкнулся с «Маздой». От удара трибут вылетел в кювет, а «Хонда Фит» врезалась в Одессин. Владельцы злополучной иномарки госпитализировали в Бердскую больницу с отрясением, многочисленными ранами и ушибами. Девочка, которая находилась в салоне «Одиссея», ударилась головой и получила гематомы на бедре. С наступлением холодов увеличивается не только количество аварий на новосибирских дорогах, но и самих участников ДТП становится больше. Причина зачастую неопытность и несвоевременная подготовка машины к зиме. Как уберечь себя и свой автомобиль на скользкой дороге, расскажет Рута Келлер. Как человеку подскользнулся, тяжело же выйти из подскользования. Точно так же и автомобиль. Виктор Дмитриевич за рулем 45 лет. Попадал в ДТП два раза. Сегодня преподает водительское мастерство. Говорит, поменять резину к зиме уже полдела. «Постоянная работа по зеркалам. Дистанция, скорость. Скорость. Хорошо, у меня дистанция, о, какая большая. Ну и тот хорошо мчится, и я хорошо мчусь. Не забывайте, что дистанция эта большая, увеличили скорость. Тормозной путь тоже увеличится у вас на скользком покрытии». Большинство аварий в Новосибирске происходит по вине молодых неопытных водителей. За последний год с участием юношей и девушек зафиксировали 200 происшествий. 15 человек погибли. «Основные причины таких происшествий – это недисциплинированность молодых людей или сознательное нарушение правил дорожного движения, а также низкий уровень водительской подготовки, различные отвлечения во время движения, в том числе разговоры по телефонам, использование наушников для прослушивания музыки». Правильная посадка, плавные движения, руль в исходное положение – все эти нюансы студенты школы водительского мастерства отрабатывают на практике. С наступлением холодов, независимо от возраста, риск попасть в ДТП увеличивается в разы. «Куда вам нужно автомобиль? Вот, верное действие второй, верное. И в какое зеркало нужно смотреть? Какой будет следующий поворот? Туда и смотрят. Правый будет поворот. Куда вам нужно автомобиль направить?» Нулевая температура в этом году наступила раньше, и потепление в ближайшие дни синоптики не обещают. Однако водители в шиномонтажке особо не торопятся. А ведь смена летней резины, нашипованную, по словам специалистов, уже полдела. Напился, сел за руль и избил инспекторов. Пьяный дебошир решил покататься по центру Новосибирска. Его заметили прохожие и сообщили в дежурную часть. Экипаж отреагировал мгновенно. Водителя задержали, но приключений избежать не удалось. В следующем сюжете эксклюзивные кадры оперативной съемки. Взятку предлагал, знакомствами припугивал, документы предъявлять не хотел. Кому только не звонил водитель. И знакомым полицейским, и друзьям без погонов. На подмогу приехали только несколько агрессивных товарищей. Осмелев в компании, водитель решил сбежать. Не вышло, пришлось надеть наручники. Результаты теста на алкоголь больше 500 мг на литр в выдыхаемом воздухе. С цифрами водитель не согласился, к доктору ехать не захотел. Инспекторы оформили отказ. Мужчина, видимо, настолько расстроился, что подошел к инспектору и ударил его по лицу. Нарушителя немедленно доставили в участок. Теперь ему грозит уголовное наказание за нападение на сотрудника полиции и реальный тюремный срок. Три погони и девять пьяных водителей. Это только те, что удалось запечатлеть камерой нашей съемочной группы. Совместный ночной рейд программы ДПС и инспекторов ГИБДД прошел удачно. Неадекватных водителей на дороге стало немного меньше. А тем, которых заметила наша камера, бонус. Бесплатные секунды в эфире. Сообщение по рации. Пьяный уходит по Жуковского. Пришлось организовать погоню. Аромат от водителя явно праздничный. Язык заплетается, зрачки сужены. Координация неустойчива. Говорит, не пил. Согласился продуть. С первой попытки не вышло. Но он не дует, думал. Как ты не дул? Дул, дул, дул сигнал. Сначала пошел, потом перестал пищать. Анализатор. Да, он продул. Дуйте, покуда идет звуковой сигнал. Покуда он пищит. Дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Идет анализ. 0,938. Предел допустимый. Правильно? 0,16. 0,16 как минимум. Смертельная доза 5 промилле. У этого водителя 2,4. Выпил точно больше одной бутылки крепкого алкоголя. За руль категорически нельзя. Но теперь вряд ли придется. Мужчине грозит лишение прав. Как и другому лихачу, который решил поиграть с ДПС в ночные прятки. Доигрался так, что сам себе придумал приключений. Минимум года на полтора. По дворам уходил. На неоднократные требования не реагировал остановиться. В результате чего вышел в прямом направлении по улице Забалуева. Ну и видите результат. На скользкой дороге иномарку занесло. Она вылетела на тротуар, снесла дорожные знаки и врезалась в дерево. Мужчина и женщина, которая находилась рядом, не пострадали. Их уберегли подушки безопасности. Результат быстрой экспертизы показал Сергей Подшафе. Дуем, 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 дуем. До конца не продул ручным забором. Анализ 671 МКГ на литр. То есть водитель находится в состоянии алкогольного пенения. Зачем пытался убежать? Молчит. Супруга плачет. Говорит, не послушал ее Сергей. Нужно было сразу остановить машину. Прав его лишили бы точно, но хотя бы авто было целым. Теперь перспективы нерадужные. Ремонт и суд. Судя, а зачем в состоянии алкогольного пенения за руль сели? До дома доехать. Что пили? Где пили? На день рождения был. Пиво пил. Много выпили? Нет, немного. А знали, что нельзя пить? Да, конечно, знал. Ну, и тем не менее, почему так вышло? Не знаю. Так получилось. Еще одна гонка, четыре экипажа. Скорость на пределе. Но инспекторы шустрей. Догнали, задержали. Водитель представительный, необщительный, дерзкий. Дуть в трубочку, видимо, не солидно. Варианта два. Ехать к доктору или оформлять отказ. Что выбрать, выговорил с трудом. Предлагаю пройти освидетельствование пенения на месте. На что у нас гражданин отвечает. Согласен ли отказ? И я говорю о том, что мы пройдем освидетельствование в другом месте. Таких, как этот пьяный герой, 107. Только за минувшие выходные. Еще 35 решили добровольно стать пешеходами, отказавшись проходить медицинские тесты. Если вы стали свидетелем ДТП, дорожного конфликта или же просто беспредела в пути, не забывайте присылать записи с видеорегистраторов или смартфонов на адрес электронной почты, который указан на экране. На этом все. С вами была я, Анастасия Бойко. Смотрите ДПС и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Субтитры подогнал «Симон»